Алина Титова живет и учится в Петербурге, но зарегистрировать брак решила в родном городе. Свадебное платье девушка выбирала вместе с мамой. Перемерила не один десяток, от нарядов в стиле барокко до облачения греческой нимфы. В итоге остановилась вот на этом платье. Ну вот это платье, я померила, конечно, не одно платье, но его с самого начала, как увидела первое, ну сразу как бы его, на нем и остановилась, с первого взгляда. Если верить народным приметам, самый лучший год для свадьбы тот, который идет перед високосным. 2011-й как раз подходящий вариант. Роман и Анна Постниковы шли к законному бракосочетанию долгие 11 лет. Еще одна символичная дата в день всех единичек. У нас и так счастье есть. Я считаю, что у нас все будет хорошо. Мы давно хотели, чтобы была свадьба в какую-то определенную дату. Вот эта дата подошла, и мы довольны. Все ухтинцы, которые сегодня вступили в брак, верят в магию чисел. Молодожены считают, красивая дата обязательно принесет семейное счастье. Особенно, если свадьбу сыграть в ноябре. Ведь по народным приметам, это означает богатство в доме. Ну, конечно, все мы очень разные. Кто-то связывает свою жизнь с определенными датами. Кто-то не хочет жениться в мае или во время поста. Ну, а те молодожены, которые приходят к нам в определенные даты, наверное, как-то они связывают свою жизнь с магией цифр. Как бы там ни было, но процент разводов среди ухтинцев, которые сыграли свадьбу в красивые даты, минимальный. За пять лет в Северной Жемчужине распалось всего четыре таких брака. Максим Катаев, Ксения Бодрова, Максим Поляков. Телеканал Юрген. Ухта.